Начнем с крупного международного туристического форума «Визит Алтай», который прошел у нас в четвертый раз. Специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Китая, Монголии, Казахстана, Латвии собрались в нашем регионе, чтобы обменяться опытом и обсудить перспективы развития. По сути, «Визит Алтай» — это пять самостоятельных мероприятий. Специализированные выставки «Алтай-тур» и «Алтай-курорт», праздник цветения моральника, краевой конкурс лидеры туриндустрии и гастрономический фестиваль «Алтайская трапеза». Этот поток вырос на другой уровень, перешел. Понимаете, это совершенно другой уровень. И это очень здорово, потому что посетители им не навязывают экскурсии, они сами идут, сами интересуются, сами спрашивают что-то. Очень заинтересованные, любознательные. То есть это совершенно другой контингент. В крае продолжается строительство кластера «Белокуриха-2». В этом году специалисты продолжили прокладывать дорогу по горному серпантину, которая соединит город-курорт и новую здравницу. Также заложен фундамент под две гостиницы и ресторан. Начали строительство современного конгресс-центра. В этом году его проект презентовали в Белокурихе. Как отметил губернатор Александр Карлин, новый центр поможет привлечь в регион новую категорию гостей — деловых туристов. Одноэтажное здание из клееного бруса в стиле шале. То есть сделали максимум окон, чтобы созерцать лес и природу. Небольшой ресторан, но это будет первый обед, куда мы уже будем приглашать туристов. Впервые в этом году зимний туристический сезон официально открыли праздником «Алтайская зимовка». Сразу в трех районах края гостям предложили всевозможные зимние забавы. В заказнике «Лебединый» — это советский район, построили смотровую площадку. Теперь гости смогут полюбоваться на птиц, не беспокоя их. На одном из озер в Алтайском районе состоялся чемпионат по подледной зимней рыбной ловле на Мормышку. В Смоленском районе на территории Сибирского подворья лучшие мастера со всей России представили выставку ледяных скульптур. Галина Юмашева, Александр Морозов, Николай Шилко, Алексей Фризин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова